Приветствую всех любителей шитья на своем канале. Сегодня шью вот такой интересный комплект, состоящий из бескаркасного бралета и трусиков слипов из кулирки и кружева. Наступает холодное время года и все девочки хорошо знают, что в это время хочется чего-то теплого, уютного и удобного. Приглашаю всех к просмотру. Бесконечно можно смотреть на три вещи, как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Всем приятного просмотра. Моделирование чашки подразумевает то, что у вас уже есть вот такая готовая чашка по вашим параметрам. Обычно она всегда выглядит так, с двумя выточками, верхней и нижней, проймой, округлостями. В общем, вот так вот. Если у вас нет, ищите именно вот такой формат. Строить будем на нем. Обычно чашки всегда рисуют, очерчивая квадрат с параметрами. Поэтому от этого квадрата от левой крайней линии отступаем в сторону 1,5 см. Проводим прямую линию вниз. От этого края выточки ставлю перпендикуляр. Веду его до пересечения с вот этой линией, которую мы рисовали. Здесь этот край квадрата, который мы чертим всегда в начале, он подразумевает собой середину грудной клетки. Мы всегда отступаем сюда влево сантиметр, для того, чтобы здесь, в этом месте у нас была перемычка. Здесь перемычка нам не нужна, поэтому мы ориентируемся на вот эту точку центра солнечного сплетения. Если вы хотите сделать с запахом, тогда вы от вот этой точки отступаете вправо 3,4 см. И проводите такую вогнутую линию. Но мне лекалы не очень так показать прям. Ну как-то так примерно. В случае, если вы хотите запах. Если запах вы не хотите, тогда здесь придется поднимать перемычку. Ставлю также перпендикуляр к выточке. Провожу линию до пересечения с центральной линией солнечного сплетения. Вверх поднимаюсь на 2-3 см. И уже здесь провожу плавную вогнутую линию к вершине вытачки верхней. Я сейчас буду делать с перемычкой. Я его обведу. Все, что у меня здесь получилось. Так. Теперь, для того, чтобы расшлинить чашку на верхнюю и нижнюю половинки, через центр груди, грубо говоря, через сосок, нужно провести линию. Можно поделить этот отрезок пополам и провести вот так линию. Можно вообще покрутить линейку, посмотреть, как вам нужно, да? Как вам удобно, как вы хотите сделать. Я сделаю вот так вот. Главное условие в данной конкретной модели, которую я буду шить, чтобы эта линия проходила именно через центр груди. Не выше, не ниже, а вот через центр. Провожу эту линию через центр. Все, я разделила чашку на две половины. Теперь мне нужно эти две половины собрать, склеить, закрыть выточки, верхнюю и нижнюю. Что я делаю? Сначала обвожу нижнюю часть чашки. Обрисовываю пройму до пересечения с линией, которую мы делили чашку пополам. Обвожу низ, обвожу часть выточки, обвожу вот эту верхнюю линию. Теперь мне нижнюю выточку нужно закрыть. Что я делаю? Я вот так сдвигаю, уравниваю и обвожу теперь вот эту часть. Все, нижняя часть чашки готова. То есть, понимаете, да? Вот она, вот она. Вот и вот этот треугольничек. Сразу подписываю низ, бескаркасник, обхват груди 96. Чтобы потом легче было находить эти выкройки, они лучше хранились. Так, теперь вот здесь оставшуюся часть проймы обвожу. Вот этот треугольничек. Теперь мне нужно закрыть верхнюю выточку. Так, поворачиваю, совмещаю и закрываю. А мастер ужасно мажет. Так, перемычка. И верхний срез. Готово. Вот у меня получились две такие половинки. Здесь пишу вверх, бескаркасник, обхват груди 96. Вырезаю эти две половинки. Вот здесь, если мы оставим так, то в районе соска у нас будет такой конус. Поэтому вот эти острые гуи нужно срезать примерно по 5 миллиметров. Нужно проверить лекало. Нижняя линия у нас должна быть прямой абсолютно. Теперь нужно проверить, чтобы лекало сходились по длине, по центральному шву. Вот у меня есть небольшое расхождение. Я еще верхнюю чашку подрежу. Готово. Все, вот они, лекало чашки. Пояс представляет себя 1,4 обхвата под грудью. Умноженное на коэффициент растяжимости. Минус застежка. Минус 3 сантиметра. Так как мы здесь прибавляли полтора. И на второй чашке прибавляли полтора. Вот и все. Что касается материалов, то я была в своем фурнитурном магазине. И увидела там такое классное кружево. Пудры такой грязновато-розовый. И заказала себе через интернет такую же кулирку. Думаю, закажу кулирку, пойду потом в фурнитурный. Куплю того кружева. Там как раз резиночки. Все есть. Все классно. Но пыльная роза, которую я заказала через интернет, на деле оказалась цвета свиной жопы. Поэтому мне ничего я больше лучше не придумала, чем подобрать к нему просто белое кружево. И розовый с белым как-то более-менее смотрится. Ну и по классике фурнитура, застежка. У меня вот все резинки содержатся в таких пакетах отдельных. Допустим, здесь бретельные. Здесь для трусов и бейка. Все вот так по отдельности я храню. Ну и все. Больше ничего, в принципе, не понадобится. Для трусиков буду использовать ту же самую ластовицу, что и из этой же кулирки. И сделаю и ластовицу, собственно. Вот и все. Складываю свою кулирку пополам. Прикалываю нижнюю часть чашки. По низу даю два сантиметра припуска, исходя из того, что у меня резинка один сантиметр шириной. Вы же берете две ширины своей резинки. По бокам по сантиметру, по прайме ничего не даю припуска, потому что буду обрабатывать эластичной бейкой. По шву стачивания даю на ширину верлочной строчки, примерно 7 миллиметров. Для деталей пояса также кулирку складываю пополам. Закалываю детальку. Припуски, в принципе, аналогичные. По низу даю две ширины резинки, то есть 2 сантиметра. По боку, там где буду стачивать чашки, даю сантиметр. По верху ничего, так как буду обрабатывать эластичной бейкой. И на месте, где будет пришиваться застежка, даю где-то 7 миллиметров. Нижняя деталь чашки мне нужна еще из кружева. Складываю кружево пополам, совмещая полностью все рисунки, все фистоны. Кладу сразу готовую вырезанную детальку чашки, чтобы не ошибаться потом с припусками. И просто по ней прям вот так и обрезаю. Верхнюю часть чашки прикладываю к фистону. Слежу за тем, чтобы краешек фистона упирался прямо в нижнее место перемычки. По шву стачивания даю на ширину оверлочной строчки припуск примерно 7 миллиметров. По прайме ничего не даем. И внизу даем 2 сантиметра. Как построить выкройку трусиков, у меня есть уже видео на канале, ссылку я оставлю в описании. Склеиваю переднюю и заднюю половинки вместе ластовицей. Отступаю 4 сантиметра на заднюю сторону и обрезаю. Теперь здесь отступаю 7 сантиметров вверх. Все вместе ластовицей у меня будет 11 сантиметров. Здесь я обозначила фломастера место, где будет ластовица. Хочу сделать кружевные вставки по передней стороне. Ставлю линейку параллельно боковому шву и срезаю вот эту часть. Правая деталька будет у меня из кружева. Складываю кулирку пополам, для того, чтобы получить цельную заднюю деталь. Прикалываю. По низу для ластовицы стачивания ластовицы даю на ширину оверлочной строчки. По заднему краю, там где будет грубо говоря проходить попа, даю где-то 0,5-0,7. Боковой шов на ширину оверлока. И верхний срез, опять-таки, 5-7 миллиметров под резинку. Складу получившуюся переднюю деталь на сгиб кулирки. По низу на ширину оверлока попройми 5-7 миллиметров под резинку. Это место, где будет притачиваться кружево, также где-то 5-7 миллиметров. И верхний срез под резинку. Прикладываю полностью верхнюю часть кулирки, обвожу ее, отмеряю 11 сантиметров и вырезаю ластовицу. Прикладываю полностью верхнюю часть кулирки. Нижняя деталь чашки лежит сейчас ко мне лицом. На нее лицом складываю верхнюю деталь. И также лицом накладываю деталь из кулирки. Стачиваю все одним швом. Затем выворачиваю. Ну и далее будет понятно, как это будет выглядеть. Продолжение следует... Кружевную деталь пояса я наметала на кулирку, для того, чтобы они не расходились в разные стороны. Накладываю эту деталь пояса на чашку. Совмещаю срезы, прикладываю сразу кусочек туннельной ленты. Буду сразу и притачивать туннельную ленту, и стачивать деталь чашки с деталью пояса в один прием. Отступаю снизу 2 сантиметра. На это расстояние подрезаю туннельную ленту, чтобы потом впоследствии она не мешала мне подгибать припуск. Срезаю все лишнее. Отворачиваю туннельную ленту на пояс. Слежу, чтобы с лицевой стороны все было аккуратно. Лучше это место прометать. Я закалываю иголочками. И пришиваю туннельную ленту, таким образом закрывая шов стачивания. Весь припуск остается под туннелькой. Резинку отмеряю по длине пояса, минус 2-3 сантиметра. Нахожу середину, прикалываю чашки. Распределяю чашки и пояс равномерно по резиночке. Держу ладонью и растягиваю. Скалываю в нескольких местах и притачиваю резинку сначала по лицу зигзагом примерно 1 на 4 мм. Затем отворачиваю резинку наизнанку и снова притачиваю зигзагом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меряю примерно по 45 сантиметров длиной. Один конец вставляю в регулятор, прошиваю зигзагом. Другой конец продеваю в кольцо, затем снова в регулятор и пришиваю к другой стороне пояса. На видео понятно, как это все происходит. Совмещаю, чтобы все было одинаково на одинаковом расстоянии. После бретели останется только пришить застежку. С трусиками все максимально ясно и предельно просто. Встачиваю кружевные детальки. Совмещаю лицо с лицом передней и задней половинке. Накладываю ластовицу. Сшиваю на оверлоке. Отворачиваю ластовицу потом на переднюю половинку. Обрабатываю верхний срез ластовицы на оверлоке. Скалываю ластовицу. Стачиваю боковые швы. Обрабатываю, пройму и верхний срез резиночкой. Подгибаю припуск вовнутрь, наизнанку. Отмеряю резиночку по окружностям минус 2-3 см. Стачиваю резинку в кольцо. И пришиваю зигзагом бельевым. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и собственно что получилось. Значит смотрим. Чашечки оформлены вот так. Здесь место, где мы вшивали туннельку. Застежка. Застежка просто на зигзаге. С этой стороны и с этой тоже. Просто обычный зигзаг. Чистейшая изнанка. Просто великолепная. Просто вот здесь вот... Все закрыто. Все нигде ничего не торчит и не вылезет в процессе эксплуатации и стирки и тому подобного. Трусики аналогично. Все-все закрыто. Все надежно. Покажу ластовицу. Вот так вот. Сошью еще себе, наверное, в черном цвете, еще в каком-нибудь цвете. Кулирки у меня еще дофига осталось. Еще каких-нибудь кружевов себе подзакажу. Нашью себе таких трусишек на всю зиму до весны. Спасибо, что посмотрели. Присоединились ко мне, к моему сообществу маленькому. Мини-микро пока сообществу. Желаю вам всем любви, красоты, доброты. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будут деньги, высылайте. Пока-пока. Продолжение следует.